девчоночки всем еще раз привет мальчишки мои дорогие сейчас я вам зачитаю свою выписку что мне дали потому что так особо не соображу сказать анализы и правда очень плохие и эндокринолог сказала что с такими анализами до операции меня вообще не допустит ни один хирург да и ни один эндокринолог пригласили ой ребята склероз вообще гематолога в кабинет и звонили онкологом звонили зав отделения эндокринного отделения врач сказала вы меня поставили в тупик я сегодня из-за вас целый день на телефоне они работаю вы руки трясутся не могу ну вот значит сдала я анализы по анализам у меня свободный тироксин т4 у меня 68 должно быть максимум до 24 с половиной свободный 3 3 о иди ранит ну короче т3 т3 у меня 22 максимальная самое это до 6 с половиной ну вот это гейс давать я не стала потому что она сказала он точно сто процентов ноль лейкоциты 1,38 и принято решение значит не загорать препараты йода не принимать нпвс не принимать она сказала доктор мария владимировна значит сказала что нпвс это миг найс и бупрофен парацетамол любые любые обезболивающие не принимать ни в коем случае я спросила можно ли мазать ноги кетоналом кетаролом она сказала да мазать можно от судорог но обезболивающих никаких не принимать потому что они тоже очень сильно снижают лейкоциты далее был приглашен доктор гематолог если я правильно говорю думали что мне назначить диктометазон лейкостим или еще какой-то препарат был и врач сказала нельзя но как бы доктора между собой общаются и мария владимировна моя доктор говорит чем чем нам моей больной поднять лейкоциты она ведь ничем ничем не поднять она гадну а как же вот есть же вот такой такой препарат вот дорогой вот этот лейкостим мы готовы были приобрести если уж надо вот но она сказала что нет эти препараты вызывают какие-то опухоли вот какие-то опухоли после этих препаратов образовываются какие-то опухоли не знаю сказала нет ну и моя доктор сказала спасибо за консультацию раз нет значит нет далее значит мне увеличили дозу меркозалила в два раза я теперь буду пить утром две таблетки по 5 миллиграмм и вечером две таблетки по 5 миллиграмм суточная норма должна быть 20 миллиграмм и также мне повысили норму конкора пульса я пила 5 миллиграмм а теперь буду пить семь с половиной миллиграмм 5 миллиграмм утром и два с половиной миллиграмма вечером вот значит каждые 5-7 дней по месту жительства контроль как но это надо по их него там как-то клиника наверно как не знаю что это такое с осмотром эндокринолога но вот тут написано увеличение дозы писапролола до 7 спи с половиной миллиграмм утром под контролем а д артериального давления и пульса в настоящий момент оператив от оперативного лечения решено воздержаться наш 15 июня 21 года записано на радио йод за 30 дней получить электронное направление через через промет после 16 апреля уже можно его выписать и также сдать этот мазок на к вид пцр который будет действителен в течение 7 дней вот ребятушки такой результат теперь мне надо опять продержаться больше месяца 15 июня мне надо поступить в эндокринологическое отделение доктор мне говорит я могу я могу вас положить в больницу яхну а нога первым первая моя мысль была положить вас сразу в больницу но говорит а толку 0 вы говорит пролежали бы там энное количество времени минимум три месяца ну и чтобы говорит они вам сделали то же самое говорит скорее всего ждали бы очереди на радио йод ну и добавили бы наверно точно также дозу вот эту мирка залила только вот я теперь не знаю как быть ведь если мне лейкоциты ничем поднимать не будут а мирка залил мне повысили в два раза то наверное лейкоциты мои вообще упадут не знаю так сильно болит голова сегодня спала очень очень плохо спала просыпалась всю ночь и в 6 утра у нас уже прозвенел будильник глаза так сильно болят пообедали надо будет что-то еще кушать сварить так что ребята не знаю как я продержусь еще еще целый месяц посмотрим посмотрим вообще конечно это какая-то такая как выжатая как мочалка пульс зашкаливая сейчас вот выпила две таблетки мирка залила конкор выпила утром сейчас выпью еще вечером посмотрим как будет по самочувствию доктор сказала наблюдаете по самочувствию но вот через каждые пять дней буду ходить на прием посмотрим а и забыла сказать что ой что-то тут же было написано вот сейчас эту убойную дозу вот 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 эту убойную дозу я буду пить до 31 мая с 1 и с 1 июня полная отмена потому что до 15 вот как раз за две недели организм должен очиститься чтобы они смогли вот эту радиопроцедуру со мной провести закроют меня в отдельной палате еду будут подавать через окошко ни с кем общаться нельзя потом целый месяц надо жить с мужем в разных комнатах питаться из разных тарелок кушать готовить нельзя я диме говорю придется тебе дима целый месяц кушать готовить самому вот такая процедура ребятки буду получать радиацию посмотрим как говорится доживем до понедельника ладно ребятушки сейчас наверно посплю немножко глазки прямо закрываются всех целую всех обнимаю пока пока до новых встреч